Соблюдение правил использования газа в быту, своевременное техническое обслуживание бытового газового оборудования, его содержание в исправном состоянии – залог безопасности. К сожалению, в последнее время участились случаи, когда жильцы домов нарушают вышеназванные пункты. Чтобы этого избежать, сотрудники «Газпром» газораспределения «Ульяновск» совместно с МЧС России по Ульяновской области и областной жилищной инспекцией проводят плановые проверки состояния газового оборудования. В цели к повышению безопасности при использовании газа в быту, сотрудники «Газпром» распределения «Ульяновск» на постоянной основе осуществляют проверку унутридомового, унутриквартирного газового оборудования. Техническое обслуживание газового оборудования производится один раз в год в соответствии с утвержденным графиком. Данные графики выложены на нашем официальном сайте. Также в цели массового информирования потребителей нами запущен автодозвон «Актел». С начала года газовики провели техобслуживание бытовых газовых приборов у 37 тысяч потребителей. Но, как отметил Алексей Гордей, довольно часто жители опасаются открывать дверь сотрудникам газовой службы, поскольку участились случаи мошенничества. Именно в этом доме на улице Минаева по квартирам прошлись так называемые «ЛЖ-газовики». У МВД России по Ульяновской области настоятельно рекомендует не впускать в дом посторонних людей, даже если они называют вас по имени и отчеству. Если нежданные визитеры представились сотрудниками почты, соцзащиты, пенсионного фонда, коммунальных служб, не ленитесь и позвоните в соответствующую организацию и уточните, направлялись ли ее сотрудники по вашему адресу. Обращаем ваше внимание на то, что о проверках оборудования жильцы заблаговременно информируются. Сотрудников газовой службы легко отличить по специальной форме с фирменным логотипом. Они обязательно предоставляют удостоверение с фотографией и печатью. Если у абонентов остаются вопросы, они могут позвонить по номеру 8 800 350 49 07 и оператор предоставит всю необходимую информацию. Во время проверки газового оборудования газовики проконтролировали наличие договора на его техобслуживание. Заодно сотрудник МЧС провел подробный инструктаж по безопасному использованию газа в быту. Если это газовое оборудование, то источник открытого огня, поэтому не оставляйте без присмотра, вовремя обслуживайте, не допустите пожар. Многоквартирный дом, поэтому кроме вас помещение может еще построить и другие. Внимательно относитесь к требованиям, соблюдайте правила пожарной безопасности. Кроме того, специалисты проверили наличие тяги в дымовом вентиляционном канале. Подобная проверка должна проводиться не реже трех раз в год силами управляющих компаний, либо специализированных организаций, а при необходимости проводить их очистку. По статистике, 80% происшествий происходит из-за отравления угарным газом, который скапливается в помещении при отсутствии тяги в дымовентканалах. Если не будет тяги в дымовентканалах, то это одно из условий для отключения газа в квартирах. Кроме того, хотелось бы напомнить собственникам, что отсутствие договора, непредоставление допуска в квартиру – это административная ответственность. То есть агентством в настоящее время также проводятся проверки. Мы можем составлять протоколы, привлекать к административной ответственности, выдавать предписания и привлекать собственников, чтобы они несли ответственность за данное использование газового оборудования. Компания «Газпром» газораспределения «Ульяновск» напоминает всем потребителям. При обнаружении запаха газа необходимо срочно перекрыть краны на подводящем газопроводе и газовых приборов, открыть окна и двери, принять меры по эвакуации людей, не пользоваться звонками, не включать и не выключать электроприборы, не курить, немедленно позвонить в газовую службу по телефону 04, либо по мобильному 104 или 112 из незагазованного помещения.